Кристина говорит Значит, отправляемся, ребята, к нему Идем, мы сейчас находимся на 4 уровне И мы возвращаемся к священнику Посмотрим, действительно, сможет ли он что-то сделать с костями, которые мы носим еще с первого левела Я уже карту практически запомнил Так, и сегодня действительно будем действовать решительно Потому что Кристина расшифровала большинство карт Тут нам желают удачи в нашем квесте Это лидер дворфов Тусовка дворфов Интересно, их можно вынести, говорит Митя Только шепотом говорит, потому что двое из них присутствуют Дворфийский священник приветствует нас И спрашивает, чем может нам помочь Ну, есть хил партии, опция То есть, излечить всех Разурак дед, поднять мертвецов, есть опция, я ее не прокликал, а вот на самом деле Оп Кого нужно воскресить из мертвых? Тот апхил Тот выглядит неплохо после воскрешения Я, я не знаю Насколько я тут долго нахожусь внизу Вы говорите, я был мертв Последняя вещь, которую я помню Я упал вниз В одну из, в один из потоков Слушайте, в мантии такой Это не смешно Я серьезный искатель приключений Я заряжен На исполнение многих квестов Возможно, вы сможете найти применение моим навыкам разбойника, ну, роги в партии Я думаю, да Думаю, да Тот апхил присоединяется в партию Значит, тот апхил это кости, которые мы нашли на первом же этаже, в первой же комнате Ребята, но Вы можете выбрать только шестерых персонажей в вашу партию И выберите, кто долго, кого надо дропнуть Митя говорит, секундочку Надо дропать Петровича никто не будет дропать Надо дропать, наверное, самого незаменимого персонажа То есть Дорума Да Дорум дропается, вместе с ним дропаются вещи, которые Были на нем одеты И, не знаю Петрович, получаешь каску Серьезную дворфийскую А тот апхил получает Доспех ему не нужен Кто кому нужен доспех У Мити уже серьезный У Тагора так себе Тот апхил ему так вот Солоденька получит серьезный доспех А тот апхил оденет, наверное, кожаный Тем более он вор Тот говорит Кушать не хочу Хорошо меня священник воскресил Но забирай тогда еду Сейчас посмотрим Твои характеристики Кто ты такой у нас Кинжал Добери во вторую руку Че не Будешь нести еду Как минимум Тот апхил Это На холме Тот на холме Наверное Или выше холма Или на вершине Тот вершина холма Будем его звать У него Одного глаза нет И он поушин хилинга Забирает себя Так Тот Вор Хаотично нейтральный Хаотично это хорошо Это подходит к Мите И Кто у нас еще хаотичный А у нас только Митя хаотик Да Митя говорит Приветствую друга вора Так Что тот у нас Тот у нас вор пятого уровня У него сила 17 Интеллект 11 Мудрость 14 Ловкость 19 Отлично Просто конституция 18 Плотный Действительно И 16 харизм Армор класс 14 Он у нас хаффлинг Хаффлинги Получают бонус К использованию Прощи Поэтому Петрович Передает Тоду Абхилу Прощу Но Петрович Не может Использовать Дротики И метательное оружие Поэтому А тот А ты со второй руки Ты только с одной руки Можешь метать Ну Кристине Возвращаются Кинжалы И все остальное Вот Кристина будет метать А в перерыве Между метаниями Будет Бросаться Заклинаниями И Петрович Тогда остается Без Оружия Петрович Тупо Каменяку Будет метать А Тоду Выдадим Камени Которые у нас Остались У Тоды Уже 2 Заряжены Петрович Давай Передавай Поскольку Хаффлинг Пусть Испрощи Метает Будет На задней Линии Все Тут Решили Вопрос Теперь По насущным Вопросам Что у нас В принципе Петрович Повженов Кюр Это мы Оставим Скорол Огненный Клинок Это надо Будет Применить Если будет Что-то Серьезное Какой-то Замес Солоденька Стреляет Пока Что кольцо Неопознанного Солоденька Есть Дворфийский Ключ Митя Его О У меня Два Дворфийских Ключа Не Дворфийский А такой Золотой Рацион Еще Один Тоду Передай Это Железный Рацион Это Это НЗ Будет Куча Мейсов Ну пусть Будут Эти Мейсы Все У нас Хорошо В принципе Мы готовы Выдвигаться И мы Куда Пойдем Ребята Сегодня Мы На Седьмой Левел Не пойдем Мы Пойдем На Левел Давайте Только Подождите Я в игре Сделаю Паузу Все Приготовимся Приготовимся Вот Это Расширим Вот Так Оп Хип Хоп Значит Мы Находимся Сейчас На Пятой Мапе Мы Протусовались Уже Вот Здесь Вот Здесь На Х3 Не Пройти Точнее Мы Можем Туда Пройти Это Выход На Уровень Верх Но Там Нужен Дворфийский Ключ И Тут Тот Заряжает А где Мои Отмычки При Мне Были Отмычки Митя Говорит Я Их Поломал Случайно Мы Туда Не Можем Пройти Без Ключ Вор Не Может Без Отмычек Вскрывать Нас Ждет Еще Как Минимум Два События Мы Пойдем Вот Сюда Сейчас И Вот В Эту Комнату В Которые Дыры Появляются Значит Мы Проходили Как То По Моему Вот Так В Этот Телепорт Заходили Я Вроде Бо Сюда Не Заходил Ребята Сейчас Мы Должны Проходить Вот Так Тут Скрывать Дверь Собственно Ключ У меня Есть Еще Интересен Вот Этот Коридор Вот Этот Возможно Придется Упасть Еще Раз На Уровень 6 Посмотрим Тут Просто Могут Предметы Лежать Из Клюв Ибука Выписал Только Хенты А Подсказки Я Не Хочу Выписывать Мы Будем На Скидку Действовать Потому Что С Подсказками Играть Не Интересно Поэтому Карта Готова Заряжена Сейчас Мы Ее Свернем Аккуратно Оп Прекрасная Музыка В исполнении Джереми Соула И Наша Отважная Партия Искателей Приключений В очередной Раз Покидают Дворфийский Дворфийские Залы И Отправляется По квесту Куда Надо Было Идти Куда То Сюда Не Туда Иду Вот Как То Так Так Тут Что Опа Рацион Видите Какой Я Полезный Рацион Еще Нашел Говорит Тот Обхил Причем Железный Хорошо Митя Говорит Хм Два Ключа Откуда У меня Два Ключа Мне Вроде Один Подбирал Я Уже Запамятовал Значит Что У нас Здесь Тут Элегантный Проход На Уровень 6 Это Нас Не Интересует Нас Интересуют Вот Эти Вот Водостоки Жадный Упадет Написано Да Значит Тут Я Прожал Кнопку Вот Этот Рычаг Когда Прожимается То Ямы Опять Закупориваются Пожалуйста Закрывайте Двери Да Ну Сбрасывайте Сбрасывайте Дыры Значит Сейчас Мы Пойдем Налево Наверное Тут Лежит Топор Ничего Подбирать Не будем Потому Что Жадность Наказуема Поворот Сюда Нет Нет За Нами Дыры Да Открываются Там Где Топор Лежит Дыра Не Открывается Может Быть Если Здесь Сложить Вещи То Дыра За Нами Не Появится Вдверь Тут Будет Поворот Еще Ключ Лежит Солоденька Умите Его Передать Умите Еще Вот Эти Драгоценные Камни Три Ключа Уже У нас Есть Идем Вперед Вперед Еще Дверь Стены Чисто Сзади Да Все В дырах Открываем Дверь И Сейчас Должен Будь Проход Тут Должна Быть Пустота Тут Еще Нет А Тут Щель И Это Событие Ребята Это Щель Это Событие Что-то Она У меня На карте Не записана Я Может Что-то Пропустил Но Я Помню Что Это Событие И Это Событие Мы Зачтем Оп Вот Здесь Мы Находимся Сейчас Это Л4 Не Это Событие Возможно Это Странный Кейхол Но Замочная Скважина Здесь Странная Возможно Какой-то Специальный Ключ Нужен Золотой Ключ Нужен L4 А На Карте L4 Это Дворфийский Замок Почему-то Написано Интересно Мы Попробуем Золотым Ключом Вскрыть Который Которых У нас Уже Три Штуки Может Быть Можно Вернуться Только Мне Карту Надо Открыть Другого Вида Вот Так Так Нет Дворфийская Слушайте Скважина Может Не Подойти Этот Ключ А ну Митя Подходит Этот Ключ Везде Говорит Митя Значит Что Теперь Разворот Мы Можем Вернуться Но Упадем В дыру Тогда Кольцо Лежит Слышишь Я Возьму Себе Говорит Тот Аккуратнее Молодой Человек Оно Может Быть Проклято Говорит Петрович Заходим Сюда Ох Тут Лежит Ребята Платиновый Этот Доспех Тогор Сразу Одевает Класс Защиты Становится Тогора Единица Кольчуга А еще У меня Две Кожаные Брони Свиток Магический Свиток Невидимости В радиусе Десяти Это Мне Говорит Кристина Так Что Тут Еще Скважина Митя Говорит Тратим Ключ Оп Проход И телепорт И телепорт Это Т1 Собственно Который Нас Приводит В новую Область Кью Три На карте Оп Паук Тут Быстро Его Уничтожить Незамедлительно Просто Развалить Его Чтобы Он Никого Не Отравил Развалили Паука Так Шутки Заканчиваются Говорит Петрович Приготовьтесь Но Петрович Тогда Серьезно Приготовимся Блесс Накастуем Сохраним Игру Потому Что Мы Перешли В Определенную Какую То Локацию Игра Сохранена Выход Что Тут У Нас Тут Проход Дверь Впереди На карте Ее Почему То Нет Тут Еще Проход Могут Быть Пауки Я Слышу Их Надо Приготовиться Мы Под Блессом Сейчас Должны Хорошо Попадать Тут Секретная Стена И тут Проход Куда Ведет Должен Вести Еще Одну Секретную Стену Еще Камень Подбираем Слышу Пауков Мерзких Опа Мы в ловушку Угодили Судя по всему Ребята По кругу Хожу Потому что Так Если Выйти Да В ловушку Угодили Так Выхожу Отсюда На паука Боюсь Нарваться Очень сильно Вышли К двери Ее почему-то Нет На карте Открываю Там Паук Приготовиться Метаем Все Что Есть Бьем Лупим Еще Один Метаем Все Что Есть Выстрел Отступить Ударить Отступить Ударить Завалил Митя Его Супер Дворфийским Топором Так Хорошо Кинжалы Все Подбираем Обратно Надо Тут В оба Смотреть Говорит Солоденька Надо быть Готовым Ко всему Петрович Говорит Мы готовы Вообще Ко всему Я же Два Камня Выбросил Солоденька Стрелочих Лит Еще Камешек Петрович Забирает Сохраняемся Ребята На каждом Пауке Отключение Говорит Тот Обхил Жизнерадостный Молодой Человек За дверь Еще Должно Быть А непонятно Ребята На карте Ее Потому что Нет Не дорисовали Еще Паук Отступить Перегруппироваться Забомбить Его Просто Стрелки Метают Еще Бросок Хорошо Нормально Справляемся Нормально Бомбим Его Но вот Начинается Кот Начинает Мявкать Сейчас Надо его Запустить Ребята Незамедлительно Еще Сейв Тогда В таком Случае У меня Есть Две Бутылки Исцеления Яда Но я Буду Экономить Сейчас Кота Запущу Пошла Запись Пошла Так И Что мы Сделали Мы убили Паука И теперь Готовимся К новой Встрече С мерзкими Восьмиглазами Петрович Чехлит Камни Все себе На пояс Тут два Прохода Аккуратно Сейчас Надо быть Приготовиться Нужно К этим Паукам Один Проход Должен Вести О тут Кнопка Есть Ребята Что Она Делает Подожди Ее Жать Вот Тут Кнопка Которая Должна Открывать Проход К Дворфам Даже Не К Дворфам А Просто Выход Отсюда Так И Есть Мы Должны К Дворфам Попасть Сейчас Нет Мы Куда-то В другое Место Попадаем Не Мы Попадаем К Дворфам Прямо Вот Они Да Отлично То есть Шорткат Мы Небольшой Открыли А Почему Я Теперь Выйти Не Могу Могу Возвращаемся Тут Пусто Да Вот Эту Кнопку Мы Прожали И Теперь Нам Надо Идти Вперед Но Тут Плита Лежит Интересно Что Она Делает О1 Сейчас Надо Прочитать Блесс Сошел Подождите Давайте Не Спешить О1 Это Написано Дыра На Уровень 5 То есть Я Когда Нажму Эту Кнопку Откроется Дыра На Уровень 5 Да А Мне Тут Нельзя Проходить Да Открылась Дыра Но Пауки Оттуда Не Смогут Выйти А Как Мне Тогда Тут Проходить Мне Тут Надо Проходить Через Секретные Стены Вот Как Мне Тут Надо Проходить Вот Они Собственно И Присутствуют Здесь Вот Они Дворфийская Руна Безопасного Прохода Сюда Захожу Тут Закрыто Впереди Еще Одна Секретная Стена Которая Теперь Открыта Да Я Могу Вот Тут Пройти Вот Так Вот Так И Тут Должна Дворфийская Руна Ее Почему То Нет Или Я Путаю Ребята Сейчас Чуть Путаюсь Должен Быть Проход Короче Тут Загадка Да Напряженная Немного Надо Ити Обратным Входом На карте Ее Подрисовал Молодой Человек Как Проход А Это На самом Деле Ловушка Очевидно Так Что Мы Пройдем Через Дверь Снова В Дыру Не Угодим Но Выйдем Выйдем Вот Здесь И Тут Длинный Коридор Вот Мы У него Выходим И Тут Еще Должна Быть Руна Все Она Есть Пауков Нету Но Надо Заходить Там У нас Большое Будет Большая Комната Достаточно Как-то Странно Я Вышел Я Вот Так Смотрю Вот Тут Коридор Здесь Коридор Вперед Ведет Да И Комната С Телепортами Тут Сначала Надо Исследовать Тут Еще Один Проход Он Ведет Просто В никуда Тут Камень Лежит Петрович Забирает Его И вот Мы Обошли Собственно Эту Дыру Которая Выбросит На Пятый Уровень Мы Пройдем Теперь Через Телепорты Вот Они Прямо Впереди А Телепорты Это Событие Насколько Я Помню Ребята По Карте Смотрим Значит Кто Не Понял Мы Прошли Сейчас Вот Здесь Вышли Сюда И Вышли Сейчас К Телепортам Тут Была Вот Эта Кнопка Мы Ее Прожали Открылась Яма И Ничего С Этим Сделать Нельзя Это Яма На Пятый Этаж Но Мы Через Секретные Стены Приходим Вот Эту Область И Эта Область Это Капитальное Событие Сейчас Мы Прочитаем Вот Собственно 72 83 Так Нам Дворф Говорили Быть Очень Аккуратными В Этой Области Столетия Назад Телепорты Тут Использовали Чтобы Телепортировать Материалы Для Ихних Ископаемых Да Но Теперь Телепорты Передачиваются Реконнекчены Значит Тут Надо Внимательно Смотреть По карте Будет Секретная Область Три Рычага Их Собственно Нужно Прожать Чтобы Вроде Бы Открылась Дверь Этого Я Не Знаю И Здесь Выход На Следующий Уровень На Шестой Вот Сейчас Будем Решать Загадку С Телепортами А Когда Решим Ее То Еще Кое Что Сделаем На Вот Этому Левелью Он Будет Закончен Ну Кто У нас Самый Интеллектуальный Говорит Кристина В первый Телепорт Придется Прыгать Очевидно Да Только Надо Для Этого Карту Опять Так Открыть Я Надеюсь Что Вот Мы Сейчас Перед Первым Телепортом На Карте У меня Нарисовано Что Я Могу Шаг Вперед Сделать И Да Я Делаю Шаг Вперед Я Могу Обойти Вот Сюда Сделать Шаг И Вот Сюда Тут Лежит Свиток Мне Надо Как То Меч Лежит Ну Давайте Пробуем В первый Телепорт Т Ведет Т1 Т2 Они Не Позначены Они Не Позначены Ребята Т1 Т2 Они Не Подписаны На Карте Сейчас Мы Смотрим Q3 Q4 Нас Может Перебросить То Есть Ничего Страшного В Принципе Опа Ну Я Понятия Не Мею Куда Меня Перебросило Если Сзади Не Открываются Никакие Пассажи Меня Перебросило Наверное На Q3 Да Меня Перебросило На Q3 Это Не Страшно Это Не Страшно Мы Возвращаемся Значит Первый Телепорт Перебрасывает На Q3 Что У нас Есть Есть Второй Телепорт Есть Вот Тут Вот Еще Один Телепорт Возле Скролла Но В него Захожу О Он Меня Куда То Другое Место Перекинул Вижу Вижу Рычаг Еще В Телепорт Прыгаю Возвращает На Начало Еще Раз В Этот Телепорт И тут Три Телепорта Ну Давай Вот В Этот Оп Опять Куда В Эпицентр Телепортов Меня Перебросил Я Из Него Выйти Не Могу Не Знаю Куда Проходить Так Куда Меня Выбросило Ребята В Неплохое Место Потому что Тут Секретная Стена И Еще Телепорт За стеной За стеной Что-то Лежит За стеной Лежит Копье Слушай Петрович Ты не можешь Копьем Пользоваться Я не знаю Насколько Это Эффективное Оружие Оп А И метаться Можно Неплохо Петрович Кто Будет Метаться Копьем Кристина Говорит Мне Дайте Силы Не Хватает Чтобы метаться Копьем Да Митя 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 Ловкость Копьем 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 Секретный Стеной Можно Выйти И он Ведет На первый Рычаг По-моему Нет Нет Он Не Ведет На Первый Рычаг Он Ведет Опять Токи Телепортер Захожу Попадаю Опять Телепорт Вижу Первый Рычаг Жму Его Есть Жеш Ребята И теперь Куда Непонятно Еще Надо Свиток Подобрать Опа Вещи не такие, которыми Кажутся и не такие, которыми появляются Попробую тут выйти Теперь из этой ситуации Ребята, опять падаю куда-то в центр Вот сюда, например Этот приводит На то же место Этот приводит В эпицентр телепортов Мы по правилу правой руки шли, да Да Капец запутано, капец просто Вот тут могу пройти В эпицентр телепортов Мне надо 3 рычага прожать Тут меня выбросило куда? В самое начало, это мне не устраивает Меч еще надо подобрать Значит я еще сюда не заходил В этот телепорт Вот мы в начале Вот в этот я ходил, он на начало выбрасывает Этот нас продвигает, вот этот непонятно куда выводит Идем в него Приводит к рычагу Блин, опять я прыгнул в телепорт Непонятно куда Методом тыка, короче, ребята Тут надо действовать Не иначе Вот сюда Вот сюда В эпицентр переводит Если идти так, как они загадывают, а? Что будет? Ну это опять секретная стена В какой из них я еще не прыгал? Очень трудно Трудно сориентироваться Трудно очень сориентироваться Я не могу угадать нужный Куда выбросило? В начало выбросило Давай еще раз в этот Да Оп Он меня в эпицентр из трех выбрасывает Этот мы пробовали? Этот на начало выводит Этот пробовали? Этот тоже в эпицентр какой-то выбрасывает Этот пробовал Этот не пробовал А вот этот не пробовал Так Опять в эпицентр из трех Центральный Это кошмар какой-то Тут на вскидку, наверное, не получится Их надо зарисовывать На начало меня выбросило Хорошо А если в этот? Он сюда же и приводит Вот в этот Сюда же приводит Этот Один, наверное, назад выводит А другой выводит вперед Но надо рычаги прожимать Вот сюда прошел Может вперед-вперед? Нет, вперед-перед не получается Т-т-т А тут еще R какое-то написано R это что такое? Руны Ну, руны мы прочитали Да что ж такое Я назад вступил Подождите Сюда Самый правый приводит Всегда в ту же точку Значит, средний должен выводить Нет Тут средний приводит Ту же точку Обойдем В таком случае Надо обходить Обойдем Территорию И тут выбор у меня, да? Или меня опять перебросило куда-то Мы вышли к надписи Около надписи Есть три телепорта Странно Надпись тут в какой-то нише Ребята Я что-то понять не могу Мне нужна Один вот Самый левый То есть Меня должно Один телепорт должен меня выбросить на место Где Где четко рычаг производится Может быть Когда я жму еще какие-то кнопки То производится какое-то Движение с телепортами Ну давай, например, в этот Тоже место Этот выбросился Нет, рычагу меня привел Опять Я опять назад вернулся Значит, еще раз В этот, в этот Так, вещи не такие Которые мне кажутся Слушай, ты не можешь поджать там свиточек Петрович Мне тебе говорит Я пытаюсь дотянуться, но не могу Не могу понять, куда мне прыгать Вот я опять выкинул на меня в эпицентр Может в этот надо заходить Нет, этот меня никуда не приводит А, может, ребята, надо в первый же заходить Я же рычаг прожал Захожу в первый? Нет, первый приводит обратно на начало В первый заходить нельзя Тогда в третий заходим Мне вот тот рычаг Надо понять, как нажать Не могу к нему подобраться Оп Подобрался Хорошо Опять меня выбросил на начало Но я прожал уже два рычага Так Один телепорт исчез или нет Мне кажется Вот сюда заходим теперь Один рычаг остался Один рычаг за двумя телепортами находится А тут надо проходить Я понимаю, как надо проходить Сквозь три телепорта Один должен в рычаги выбросить Или нет Вот тут два телепорта подряд То есть вот здесь мы стоим Это комната с первым рычагом Отсюда ведет три телепорта Этот ведет В комнату с рычагом Это я уже нажал Это меня опять на начало выбросило Так Не-не-не, сюда Второй телепорт Выводит сюда Из него в центральный Он сюда же приводит Это я уже понял Этот телепорт приводит Вот сюда Тут мы обходим Обхожу я не с той стороны С которой нужно Стоп-стоп-стоп Подождите Тут тяжело сориентироваться Ребята, ну честное слово Сейчас вот Выход назад Здесь два телепорта Могу зайти вбок Тут почему-то один впереди В этот захожу Выбрасывать на начало Не-не-не-не-не Не на начало На начало выбрасывает Это к рычагу Так, это на начало Вот этот, вот этот Ну, это я прохожу Теперь вот этот И вот этот Так, да блин Надо осматриваться каждый раз Когда смотреть Давайте за кадром Я попробую Ну, или вам Я не знаю В общем Каким-то волшебным образом Меня выбросило К двери проклятой За телепорты Я не подобрал свиток Жадность она такова Тут еще жму кнопку Рычаг должен открыться И дверь должна тоже открыться За дверью Должен быть переход На следующий левел Так и есть Я свиток хочу подобрать Жадность она такова Но я боюсь Что я просто потом Не выпрыгну Я может за кадром Потом поищу свитки И обыщу области Которые Которые мы не изучили Вот Мы готовы переходить На следующий уровень Смотрите, ребята Значит Мы Мы Что мы еще На вот этом уровне Не доследили Вот Мы прошли сюда Вот это прошли Вот эту область Все Что-то может лежать Вот здесь И что-то может лежать Вот здесь Не может лежать Здесь я проходил Сквозь двери Что-то может лежать Здесь И здесь свиток лежит Вот где-то вот тут Короче Меня выбросило Наконец-то сюда Но я так и не понял Куда какой приводит Очень тяжело Сориентироваться В них Сейчас мы идем На следующий левел Левел 5 Да Оп На левел 6 Мы идем На левел 6 Начало хотя бы Уровня Надо понять Ну мы там были уже Мы в яму падали На этот Левел Икс 1 Наверное Начало Да Икс 1 Начало Нас сразу ждет Событие Давайте зайдем И туда прочитаем Событие Или сразу Прочитаем Это Область для Дипломатических Встреч Дворфы Стояли на одной Стороне И Плита Была плита Ну были плиты Которые Короче на другой Стороне стояли Другие Между ними Была пропасть И они могли Могут упасть Вниз Что А если оружие Что то там Сложено Короче Арея Специальная Для Дипломатических Встреч И мы по ней Тусуемся До десятого События На этом Левеле Сейчас туда Переходим Хорошо что Движение Пошло Хоть вперед Так Готовы мы Переходить Мы готовы Я еще не засек И Кристина Говорит Мы не засекли Дали ли нам Икспы За Тодда Абхила За спасение Конечно Дали я Стою очень много Икспы Тот говорит Ну и Петрович Говорит На тогда Тот камень Получи себе За пояс И все Мы переходим На следующий Левел Going down Есть же Мы перешли Ребята Официально Так Вот Вот это Вот событие Значит Тут две Плиты Если их Нажать То яма Наверное Появится Да Или откроется Просто вот Эта дверь Перешейк Ну жму Например Можно ничего Не жать Нажал Нажал Что-то Ничего Не жмется Петрович Тогда положи Камень Нужно С двух Сторон Ложить Камень Дверь Не открывается Странно И что Я сюда Попасть Не могу Тут Забаррикадировано Теперь Я сюда В принципе Что же Мне делать Тогда Дверь Заперта Действительно Я камни Положил На плиты Дворф В партии Есть Чтобы В яму Прыгать Тогда С прошлого Уровня Ребята Получается Так Господи Ты боже Мой Вернемся Тогда В таком Случай Может Я что-то Не сделал Кнопки Я все Попрожимал Комната С телепортами Может Свиток Надо Подбирать В яму Упасть Всегда Успеем Яма Да Тут Надо Это Понять Что Такое Почему Двери Закрыты Потому Что Дворф Уже Не ведут Никакие Переговоры Очевидно Может Тут Скрипт Должен Срабатывать Что Они ведут Переговоры Я этого Не знаю К сожалению Но тут Вообще Никак Не пройти Значит Ладно Плита Не прожимается Петрович Забирает Камни Но будем Прыгать В яму В таком Случае В яму Которую Я вела На пятый Уровень С четвертого Уровня Но не в ту В которую Мы проваливались На Начале Уровня Поэтому Мы возвращаемся К проклятым Телепортам Не знаю В какой Из них Надо Заскакивать Вот в этот Наверное Он Приводит Меня В эпицентр Опять Из эпицентра Сюда Ко второму Рычагу И с второго Рычага Вот в этот Рычаг И на Начало Дуем В яму Идем К яме По крайней мере К ней И посмотрим Вот она И тут Смотрим Куда она Ведет По Невероятной Карте Куда мы Упадем В принципе Чтобы Сориентироваться Значит Так Левел Левел Четыре Вот эта Яма Вот она О1 Тут я Проваливался Тут непонятно О1 Куда ведет На Кью Три На Левел Шесть Кью Три Левел Шесть Кью Три Это Вот Здесь А Проваливался Я Куда-то Ребята Куда-то Сюда Х1 Здесь У нас Это На Левел Пять На Кью Три Мы Попадем Проходим Куда-то Сюда Проходим Куда-то Сразу Встреча Будет У нас Тут Проход Но Можно Будет Открыть Наверное Вот этот Проход Для Дипломатических Отношений И Здесь Все Исследовать В принципе Здесь Достаточно Просто На Левеле Шестом Проваливаемся В яму Только Тут Может Быть Нападение Какое-то Комплексное Надо Подготовиться Поэтому Надо Подготовиться Все-таки Приходится Через Ямы Играть Тодобхил Говорит Вы Аккуратнее Там Я Потому Что В яму Упал В В В Отер Дипе И погиб Спасибо Что Меня Воскресили Петрович Говорит Благодари Кристину Кристина Говорит Это Было Сделано Просто Для Того Чтобы Избавиться От Костей Так Какой Обказ Сделать Ребята Надо Хил Делать Наверное Хилим Тогора Хилим Митю Вообще Надо Отдохнуть Давайте Попробуем Записать Свитки Невидимо С Десятого Кристина Записывает Посмотрим Что По Заклинаниям Блэс Хил Детект Мэджик Не надо Протект От Ивл Не знаю Здесь Эйд Только Холд Персон Холд Персон Может Пойти Кстати Петрович Холд Персон Попробуем По этим Кент Слоу Поизон Почему У тебя Не записано Два Записываешь И все И одна Помощь У тебя Помощи Надо Больше Холд Персон Одну Слоу Поизон Два И помощи Две Третий Левел У тебя Создать Еду Диспел Мэджик Овест Преер Два Преера У тебя Такие Остается Снять Паралич Не знаю Это Надо Но Пока Что Пусть Лучше Будет Преера Два Потому Что Тут Боевая Игра С Петрович Разобрались Теперь Запомнит Заклинание Кристины Кристина Первый Уровень У тебя Мэджик Миссл Щит Щит Не Нужен Как Оказалось Тупо Мэджик Миссл Четыре Заклинания Армора Может Тебе Пойти Но Нет Второй Уровень Мэлфа Магическая Стрела Невидимость Тебе Не Нужна На Третьем Уровне У тебя Есть Спешка И Ты Можешь Невидимость В Десяти Фунтов Накастовать Лучше Вторую Спешку Наверное Приготовишь Четвертый Левел Тебе Недоступны Заклинания Все Мы Готовы Отдыхаем Все Залечились Выход Поеде Че там У нас В принципе Хотим Петрович Заняться Этим Create Food Оп Все Накормлены Я Накормлю Всех Страждущих Говорит Петрович Петрович Давай Блэс Кастуй Или Че Кастуем Помощь Может Быть На Тогора На Митю Сразу Чтоб ХП У них Побольше Стало Потому Что В яму Падаем Ребята А надо Перестраховаться Подготовиться Кристинка Закастуй Нам Хейст Наверное Спешку Оп Петрович Останет Наверное Первый Преер Все Ну попробуй Теперь Нас взять Сейф Там Музыка Нагнетает Перед Падением Мы готовы К падению Падение Происходит На экране Покажите Что происходит Где мы Вот мы На Q3 Сразу Коридор Длинный Заходим В него Без Страха Что это Такое Кенку Яйцо Мне Я сделаю Яичницу Говорит Тот Обхил Может опасно Брать Яйца Говорит Тогор Они Разозлятся Тогда В таком Случае На нас Если Они Разозлятся Я их Копьяцом Проткну Говорит Митя Значит Два Прохода Идем Сначала В этот Проход Смотрим Тут вроде Никого И идем На Северный Проход Тут Должна Быть Кнопка Ох Засандалили По Тогору Митя В ответ Метает Копье Что случилось Где мое оружие Говорит Тогор Начинается Короче Драка Ребята Невероятная Завалили Молодого Человека Тогор Где твой Топор Может он Выбивать Оружие Умеет Этот Мерзкий Паразит Петрович Говорит Надо тут Обезопаситься Хорошо Что мы Захилены И Забафаны Так Еще Яйцо Я сделаю Омлет Ты не Сделаешь Омлет Солоденька Как и Рейнджер Партийная Она будет Заведовать Этими Всеми Яйцами Солоденька Стрелы Зачехлить Значит Где мы Мы в Первом Проходе Тут Засейвиться Потому что Опасно Мы все Пробитые Мы упали В яму Надо всех Захилить Ребята Я думаю Так Петрович В принципе По хп Более Менее Кристина Говорит Я применю Заклинание Если что Вот это Запертая Дверь В которую Мы не Могли Пройти Да Или Нет Да И тут Еще один Мерзкий Выходит Вот этот Кемку Но сейчас Мы ему Вольнем Говорит Тогор Митя Бросает Копье Так Тогор Бьет Топором Митя Бьет Топором Тогор Бьет Топором Митя Бьет Топором Готов Еда С него Выпадает Хорошо Митя Забирает Копье И топор Вешает На пояс Хейс Закончился У нас Тут он Тусовался Нет Он тусовался Где-то Здесь Он не тут Тусовался Я хочу На самый Север Выйти Вот Стреляет Магической Стрелой Ребята Ударь По нему Каа Сейчас Он выйдет Сейчас Опасно Все Его Обстреливаем Бьем Лупим Он тоже Лупит Ох Пробил По Тогору Тогор Выдержит Еще Удар 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 Завалили Так Все Мы на севере Мы на севере Это хорошо Потому что Я теперь Хотя бы Ориентир Имею Тут Кроме Сражений Еще Надо Сориентироваться Мы Это Знаем Мы Тут Наверное Отдохнем Хейста Спала Нельзя Так Заклинания Тратить Зазря Кристина Кристина Может быть Ты тоже По ним Заклинание Засандалила Говорит Солоденька А то Мы все Стреляем А ты Прохлаждаешься Кристина Говорит Я Засандалил Заклинание Когда Придет Время Не указывай Партийному Магу Когда Ему Надо Сандалить Сейчас Game Option Save Game Во-первых Save Во-вторых Надо Опять-таки Отдыхать Отдыхаем Ребята Петрович Всех Захилит Прокастуем Какой-то Блесс Он Достаточно Долго Будет Слушайте Долго Отдыхаем Кушать Захотим Петрович Всех Накормит Заклинанием Все Все Готовы Блесс Давай Пошел Что еще Пошло Ну Помощь Натагора Помощь На Мить Ку И Хейста Пошла Так Значит Тут Должны Быть Двери Которые Открываются Вот Тут Две Кнопки Это Официальный Выход На Прошлый Эпизод На Прошлый Этаж Тут Еще Нету Здесь Дворфийская Ну Нужен Ключ Здесь Проход Тоже Ничего Нету И Тут Проход Дверь Какая Куда Ведет Непонятно Ребята Не могу Сориентироваться Пока Что Это Выход Да Это Выход По карте Не могу Ориентир Словить Эти Эти Ребята Не Вечные Судя По Всему Вот С Севера Я Спускаюсь Вниз Значит Эта Скважина Наверное Откроет Вот Эту Дверь Она Приведет Большой Коридор Пока Что Туда Ити Не Имеет Смысла Почему Потому Что Мы Должны Тут Все Исследовать Помощь Быстро Очень Проходит Это Гора Аилмитя Подожди Значит Налево Надо Заходить Нет Я хочу Вот В этот Длинный Коридор Пройти Вот Сюда Его Чекнуть Тут Должна Быть Дыра Из Которой Мы Выпали Все Ох Тут Вы Увидели Фигуру В Темной Робе Он Сначала Что Там А Салют А Потом Ничего А Вы Ватердип Выжившие И слабые Да Вы Вообще Не Понимаете Сколько Приключений Прошло И Какое Тут Зло Внизу Давайте Я дам Вам Совет Великого Знания Что Это Ксанатар Андер Миннинг Что Что Ксанатар Прорыл Под Прорывает Под Ватердипом Годами Когда Ватердип Ослабнет Он Поведет Своих Миньонов Для того Чтобы Захватить Город Когда Он Этого Не Ожидает Единственный Путь Остановить Ксанатара Это Завалить Его Но Это Невозможно Без Палочки Сильвии Как я Понял Дворфы Имеют Магический Артефакт Но Они Не знают Что Он Делает Дроу Знают Что Палочка Сильвии Сильная Но Не Используют Ее Против Ксанатара Видите Ли Палочка Это Один Из Нескольких Магических Артефактов Которые Которыми Можно В принципе Повредить Бихолдера Потому Что Это Сделано Из Плоти Глаза Бихолдера Именно Эта Палочка Магическая Глупая Дроу Они Думают Что Ксенатар Что Там Жив Но Они Планируют Закончить С дворфами Украсть Палочку И Использовать Чтобы Ее Чтобы Сделать Рейд На Город Это Поднимет Ну Тревогу Сделает В городе Лорды Ватердипа Поднимут Тревогу И Они Укрепятся Наверное Да А Не так Глупые Дроу Они Короче Нарушили План Ксенитара Покончить С дворфами Или Они Сами Ворвались На дворфов И Короче Нарушили План Ксенитара Потому Что Лорды Ватердипа Узнали Что Начались Нападения Из-за Этого Рейда И Нас Именно Нашу Партию Именно Поэтому Наняли Чтобы Расследовать Значит Бехолдера Зовут Ксенатар Ребята Вот Так Я Должен Остановить Дроу И Достать Эту Палочку Сильвяса Для Себя Он Хочет Видите Мои Друзья Я Меня Не Короче Не Интересует Остановить Ксенитара До Того Момента Пока Он Не Закончит Свой Захват Ватердипа После Захвата Ксенатар Будет Ослаблен И Только Тогда Я Нанесу Свой Удар Ксенатар Будет Требовать Пощады И Не Получит От Меня Пощады Ватердип Будет Весь Моим Он Хочет Ватердип Захватить Вот Этот Дядя Поэтому Я Не Могу Вас Пропустить Ксенатару До Того Прежде Чем Он Не Захватит Ватердип Мне Нужна Палочка Сильваз И Конечно Ж Вас Завалить Это Босс Наверное Ребята Сандалит По нам Капец Валит Нас Убегаю Слушайте Че Делать Не Знаю Даже Че Делать Кастуй Magic Missile Кастуй Prayer Какой Лупим Его Кастуй Хейсту Хейста Пошла Его Надо Валить Это Босс Какой То Ребята Так Сандалит Он Дай Боже Prayer Быстро Мне Оп Prayer Пошел А мы Загнаны Сейчас Будем В угол Да Удар Копьет Сюда 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 Долупите Его Пожалуйста Куничкину Завалили Еще Можно Поднять Хиль Куничкину Не Он Сейчас Меня По-моему Завалит Я Ничего Ему Не Сделаю Завалили Его Поднять Куничкину Какой Маг Чародей Ребята Был С него Что-то Там Попадало Посмотрите Это Темный Некромант Был Говорит Куничкина Что за Бутылка Экстра Хило Я Хочу Ее Выпить Куничкина Не Спеши Подруга Мы Тебя Так Залечим Как Я Перепугался Ребята Это Капец Магический Свиток Холд Персон Кристина Сюда Куда Так Босс Был Очевидно Митя Говорит Как Я Ему Врезал Топором Тогор Говорит Если Петрович Не Среагировал Не Знаю Чтобы Было Кристина Тоже Молодец Прейр Засчитала Тодо Пхил Ничего Не Сделал Да Не Выбросил Пару Этих Своих Камней Спрощи Митя Говорит Знатно Позабавились Петрович Говорит Друзья Мои Нельзя Тут Так Расслабляться В этом Подземелье Я Вообще Не Ожидал Что Он Нападет И Это Событие Ребята Я Даже События Не Успел Прочитать Сейчас Мы Разберемся Что Дел Петрович Давай Хил Сделай Кого Еще Залечить Всех Надо Лечить Потому Что Он Пробил По Всем Петрович Говорит Этого Мало Надо Create Food Это Успеем Prayer Еще Давай Костой Что Он Там Охранял Дверь Какую Это Подождите Ребята Я Заблудился С этого Всего Потому Что Началась Беготня По Подземелью Мы Идем На Северную Часть Опять И Тут Заныкаемся Сохранимся Так Прочитаем Это Событие Оп Да Было Опасно Было Очень Опасно Значит Давай Это Сюда Этот Молодой Человек Вот он Это Событие У нас Событие Событие 10 Мы Встретили Фигуру В темной Манте Он Был Очень Недружелюбен И Даже Не Назвал Как его Зовут Просто Стоял Смотрел На нас Надо Его Валить И Короче Прежде Чем Надо Поторопиться Чтобы Его Завалить На Что Это Такое Ладно Фигуру Завалили Вот Здесь Что Остается Тут Мы Упали Он Прямо Тут Тусовался Значит Тут Есть Проход Который Который Ведет Можно Вернуться На Этаж Выше Надо Вот Этот Проход Сейчас Чекать Ребята Но Перед Этим Надо Отдохнуть Может Это Просто Какой-то Базовый Маг Был Но Маги Опасны В ДНД Мы Должны Сейчас Точно Отдыхать Рест Парти Да Все Отдыхают Петрович Всех Лечит Всех Успокаивает Молитвами Туда Пхил Говорит Вот Это Приключение Было Веселое Солоденька Говорит Мы Должны Активнее Действовать Я Солоденька Не Ожидал Что Он Нападет Сразу А С него Бутылка Только Упала С него Никакие Вещи Не Упали Но Мы Немножко По Сюжету Продвинулись То Нам Надо У Дроу Забрать Артефакт И Остановить Дроу Которые Хотят Ослабить Дворфов Закончить С дворфами И Вольнуть Ксенитара Чтоб Остановить Нападение Да Блеск Кастуешь Петрович Базовый Потому что Не иначе И тусуем Во первых Проверим Нишу В которой Он тусовался Тут дверь Подождите Он охранял Да На карте У меня тут Рычаг Вообще То Тут Проход С кнопкой Ну-ка Запри Эту дверь Не туда Иду К нему Надо идти Еще раз Ничего После себя Не оставил Нет никаких Секретов Нет Никаких Значит Тогда Проходим В эту дверь Что делает Кнопка Непонятно Ох Эта Ловушка Понятно Куча Дротиков Неплохо Говорит Кристина Можно метаться Кто бы У нас Метался Тодд Апхил Будет метаться У него Ловкость Позволяет Витька Может Метнуться Петрович Не может К сожалению Кристина Будет Метаться Очень много Вещей Много Вещей Надо Избавляться От чего Бутылки Свитки Роба Вот маленькая Роба Можно выкинуть Наверное А какая Из них Волшебная Непонятно Кристина Робу Жалко Жалко Выкидывать Можем Можем И еще Каких Девочек Встретим Это письмо Это доказательство Доказательство Понесет Митя В кнопку Больше Не вступаем Хорошо Жене Отравленные Были Говорит Митя Забери Кристина Пару Дротов Себя Наверное Еще Став Есть Став Передать Им Да Некому Уже Передавать Ребята Все Забито У меня Инвентарь Надо булавы Эти повыкидывать Говорит Солоденька Давай Их тут Выложу Мейс 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 Все Одну Оставим На всякий случай А Солоденька Ты не можешь? Не можешь Ты стреляешь Чисто из лука Я так думаю Ребята Что еще Оставлять Амулет Вот этот Непонятно Что делает Солоденька Возьми его Мы потом Наведем порядок В инвентаре Открываю Следующую дверь Здесь Значит Что нас Может ждать Здесь Нас ожидает Проход И большой Выход Тут Может быть Нападение Тут Капитальное Нападение Надо Приготовиться Христу Костой Хиста Пошла Ох Тут Их двое Слушайте Ребята Сандаль Туда Давай Мне летит Я отступил От меня Летит От нашего Столика Теперь Получите Копьецом Оббрасываю Их Бью Луплю Как могу Дали по Тогору Сильно Стреляю Луплю Слушайте Кастуют Они Заклинания Свои Мы Выдерживаем По Мите Пробили Кристина Метает Кристина Заклинание Давай Мэджик Мисл Какую-то Быстрее Сандаль Господи Ты Боже Мой Тогор Танкует Митя Танкует Петрович Уровень Получает Кристина Заклинание Второго Уровня Кислотную Стрелу Промахнулась Попала Все Победили Всех Уложили Вроде Да Кристина Митя Возьмет Петрович Возьмет Каменюки Кристина Возьмет Все свои Дротики И Кинжалы Кинжалы Наверное Даже Более Подручнее Потому Что Они Более Серьезные Петрович Блэс Закончился Петрович Говорит Не Проблема Я Накастую Преер Митя Заберит Копье Тут Еще Что У нас Стрелы Где-то Трое Их Вышло Солоденька Все Стрелы Потратила Тот Абхил Тоже Выбросил Все Ну Тот Абхил Получил Все Таки Этот Камень И Солоденька Чехлит Обратно Вещи Петрович Сейчас Уровень Получил Возможно Будет У него Заклинание Снять Курс Курсу То есть Проклятие Мы сможем Напялить Вещи Перед этим Надо захилиться Потому что Пробили Нас Тогора Пробили Митю Пробили Так себе Петрович И даже Пробили Кристину Пробили Всех Пробили Магия Прошла По всем Кристину Хилим Обязательно Хилим Митьку И все Мы в принципе Готовы Мы под Прейером Еще один Выходит На Стрелу Сюда Так Удар Камень Бросок Ножа Бросок Такой Но он Тоже успевает Засандалить Удар 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 Митя Бросок Что такое Хейста Закончилось Прейер Закончился Этого Надо Надо валить Сейчас Бросок Бросок Удар Валит Тогора Просто Завалит Его Окончательно Тодоб Хил Получил Уровень Петрович Хилит Тогора Кастует Прейер Забираем Стрелы Прейер Что-то Быстро Заканчивается У Петровича Это Не очень Хорошо Я надеюсь Эти ребята Там Не вечные Потому Видите Как мы Обстреливаем А они Живы Тут Надо Сильными Заклинаниями Сандалить Говорит Кристина Поэтому Кристина Сейчас Ты Приготовишь Самое Сильное Что у Тебе Есть Хейста У тебя Есть Магические Стрелы У тебя Нет Самого Сильного Заклинания Мы Его Потому Что Не Взяли На Прошлом Левеле А Вот Копьё От Мити Неплохо Залетает Честно Говоря Копьё Залетает От Мити Он Может Ударить Еще Петрович Камни Сюда На Пояс Этот Камень Тоду Абхилу Так Вот Эндротик Надо Выкинуть В конце Концов Слишком Много Ружья Тоже Не Надо По Себе Таскать У Мити Еще Куча Топоров И Это Собственно Наверное Придется Их Выкидывать Потому Что Ну Потому Что Да Тут Еще Стрелы Хорошо Постреляли Говорит Солодненько Петрович Говорит Да Прайер Очень Медленно Заканчивается Слоу Пойзон Есть Еще У Петровича Я Помощь Еще Вешаю На Митю И На Тогора Шестером Пободрее Все Равно И Тодоб Хил Забирает Камни Что Тут Проход Кристина Давай Хейсту Проход Значит Сейчас Налево Большая Комната Ничего Нету Направо Выходит Еще Один Молодчик Получает Каменюку Стрелу Удар Топором Еще Удар Получает Будет Кастовать Это Что-то Не Кастует Это Не Чародей Говорит Тодоб Хил Сандалим По Нему Все Что Есть Он Сандалит По Тогору Опять Солодненько Стреляет Влупи По Нему Под Хейстой Мы Нужны Быстро Его Разобрать Удар На Три Он Тоже Бьет Все Завалили Еще Один Выходит Надо Сражаться Ребята Сравит Пробил На Десятку Кристина Сандаль Заклинания Короче Митя Митя Бьет Что Что Там Происходит Какой Тот Уровень По Моему Получил Не Заклинания Закончились Еда Из него Выпала Тот Жири Тогда Митя Говорит Я Буду Хавать Так Вот Кто Еще Заслужил Паек Ну Тогор Наверное Заслужил Потому Что Хорошо Посражались Возвращаем Опять Все вещи В руки Надо Чтобы Кристина Сандалила Заклинания Потому Что Больше Урона Оно Наносит Остальные Должны Добивать Просто Солоденька Говорит Слышите Я Так В лесу Даже В своем Не Стреляла Из Лука Солоденька Сейчас Мы Все Организуем Сейчас Поймем Кто Уровни Получил Потому Что Тут Серьезный Замес У Нас Так Ты Камешки Взял Надо Засейвиться Ребята Наверное Потому Что Становится Опасно Немного Мы Опять Пробиты И Надо Опять Хилиться А я Бутылки Хочу Экономить Потому Что Чувствую Я Опасность Большую Петрович Говорит В воздухе Этого Подземелья Просто Пропитан Опасностью Мы Должны Быть Готовы Вообще Ко Всему Солоденька Стрелу Сюда Еще Один Сейв Так Значит Куда Мы Выходим Я Потерялся Уже Ребята По карте Тут Должно Быть Два Прохода Проход С Дверьми Должен Быть Мы В Него Не Идем Мы Где Проход К Х4 Должен Быть Тут Еще Шмот Наш Лежит Какие Коридоры Быстро Все Залутать Митя Сюда Топор Надо Наверное Выдать Тогору Все Таки Митя Говорит Как Это Так Митя Ну Так Вот Потому Что Ты Копье Получил И Его Митаешь Хейста Закончилось И Заклинанием Hold Person Есть Еще Камень Петрович Сюда Куда То Значит Что Тут У Нас Проход С Открытыми Дверями И Выход Наверх Еще Один Этот Вася Тусуется Выйдем Наверх Перегруппируемся Наверное Ребята Оп Вышли На Уровень Выше Что Здесь У Нас Да Вышли На Пожалуйста Вытирайте Ноги Ну Хорошо Тут Вот Ямы За нами Остались Мы Вышли На Этаж Выше Можно Вернуть Ямы Обратно И Передохнуть Тут Перегруппироваться Потому Что Сейчас Надо Четкий План Обрисовать Как Мы Туда Спускаемся Но Я Хочу Для Начала Посмотреть Кто По Уровням Петрович Седьмой Кристинка Шестой Солодынька Шестой Тодоб Хил Шестой Тогор Шестой Митя Пятый Шестой Шестой Вор Хорошо Хорошо Митя Петрович Новые Заклинания Должны Быть Доступны У тебя Да Четвертого Уровня Нейтрализовать Яд Появляется У Петровича Нанести Серьезные Раны Излечить Серьезные Раны И защита От зла В радиусе Десяти Фунтов Нейтрализовать И яд Пожалуйста Но он Уже Не нужен И Излечить Серьезные Защита От зла Не нужна Почему У Петровича Нету Снять Паралич Я не Как же Это Заклинание Называлось Ребята Снять Курсу Снять Проклятие Я не Знаю Снять Паралич Есть Провер Есть Тут 0 из 3 И тут 0 из 3 Петрович А ну Ко Свои Параметры Мне Покажи Еще Раз Мудрость 18 Полная Пачка Должна Быть Я не знаю Что делать С кольцами Я напялю Кольцо И будет Проклятие Какое-то Да-да Мы Заобудим Этот Момент Ребята Сейф 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 Четы Левел Клирик Клирик По Балансу Вопрос Какой-то Возникает Потому Что Нейтрализовать Пойдем Получается Только Сейчас Когда Мы На Шестом Левеле А Пауки Были На Четвертом Куатуа Были На Третьем Напоминает Митя, да? Что делать? Ну, попытаемся сейчас я засейвлюсь, ребята, еще раз попытаюсь надеть туда шмотки. Посмотреть, что-то они, может, что-то дают. Полезно. Мы выносим, нам надо еще инвентарь разгрузить. Петрович говорит, кто будет тестить шмотки? Не одевайте, не одевайте. Салденко говорит, я хочу публикушку. Кристина будет пробовать. Кристина, выложите дротики. Значит, два кольца есть. Параметры. 10, 18, 12, 19, 16, 10, армор класс 6. Синее кольцо, например. Оп. Снять можешь. Хорошо. Сила 10, 18, 12, 19, 16, 10. Непонятно, что делает. Непонятно, что это кольцо делает. По параметрам ничего оно не делает. КП не добавляет. Хорошо. Будем считать, оно декоративное, да? Может быть, кольцо, которое добавляет заклинание. Тоже надо проверять, ребята. Нет. Значит, надо на Петровича проверять, если это какое-то кольцо. Может быть, просто декоративное кольцо. Петрович, ваше очередь. Я не одену неопознанное кольцо. 16, 12, 18, 17, 16, 12, 2. Класс защиты не бафает, но... Не, не бафает, но класс защиты. Ребята. Петрович, заклинание. Ноль, ноль, ноль. Непонятно, что оно делает. Кто понесет? Ну, Солоденька понесет кольцо, тогда это, раз оно ничего не делает. Может, оно как-то тахо поднимает, это непонятно. Где кольцо? Туда пхилы. Каким образом оно у тебя оказалось? У Туда пхила, кстати, такое же кольцо. Ну, Солоденька там пяливает. Но она заслужила. Да. Следующий предмет. Смотрим. Значит, Кристина. Красное кольцо теперь. Еще раз смотрим параметры. 10, 18, 12, 19, 16, 10, 6. Сохранится перед этим. Абуз, абуз, все, ребята. Абуз вещей. Ну, что, нету заклинания. Не знаю, как снимать проклятие. Может, священник снимет. Напяливает кольцо. 10, 18, ничего не происходит. Армор класс так 6 и остается, да? Это тоже ничего кольцо не дает. Заклинание, смотри. Ничего не дает. Какие еще эффекты могут быть? Ну, кольцо может быть ускорение. Кольцо может быть, которое тахо повышает. Армор класс тут как 2 был, так и остается. Харизма. 16, 12, 18, 17, 16, 12. 16, 12, 18, 17, 16, 12. Не. Ну, что сказать. Солодонька второе кольцо одевает. Ребята, потому что я не знаю, что эти кольца делают. Так, game options. Может быть, пока они не опознаны, тут так сделана игра, то они ничего не делают. Но ничего плохого они тоже не сделали. Тот, давай сюда это кольцо. Кристина, поскольку Mac, она тестит. Еще раз смотрим параметры. Снять можешь, можешь. 10, 18, 12, 19, 16, 10, 6. Какое-то бы кольцо защиты было бы. Но нет. Но нет. По спылам смотришь. Может, они просто действительно декоративные. Спылы тебе не добавляют. Значит, не магическое кольцо, не кольцо. Точнее, для магов. Священник одевает кольцо. Петрович. Чуть уже ничего не поменялось. По спылам смотришь. Pray for spells. Не добавляют тебе дополнительное заклинание. Ну, я просто методом научного тыка проверяю кольцо. Кто оденет? Не знаю. Митя говорит, я напялю. Ну, на Митя. Что? Может, хп поднимает. Я на хп не смотрел. Не знаю. Не, ничего она не поднимает. Может, ну, посмотрим. Может, солденька хавать больше будет хотеть или нет. Непонятно. Может, лучше стрелять будет. Если кольца подтахут, то надо бы их на самом деле выдать воинам. Ну, по Мите посмотрим, как он попадать будет. Далее. Митя. Топоры. Не, Митя говорит, я не буду выкладывать топоры. Да, не сидротики еще. Такой умный. Этот ключ, возможно, откроет мне Х3 на вот этом левеле, на котором мы находимся пока что. Нет, Митя, это не надо. Это не надо. Тут все запаковано. Мы все запакованы по полной. Куча брони ненужной. Куча еды у нас. Две булавы еще несем, ребята. Бутылки давай сюда. Может, надо тратить вещи? Я не знаю. Ну, судя по тому, что было на уровне с пауками, и то, что мы еле-еле достали две бутылки излечения от яда, я не буду спешить с тем, чтобы тратить бутылки хила. Может, там потом какое-то серьезное сражение будет. Мы делаем отдых партии, и это будет перерыв небольшой, после которого мы спускаемся в очередной раз на шестой левел. И там юго-восточную часть чистим, а потом переходим уже в центр этого уровня. Вот так вот. Значит так, сейчас мы идем спускаемся опять. Петрович, приготовь, не знаю, блеск какой-то элементарный. Спускаемся на шестой левел. И решительно надо действовать опять-таки, решительно. Не получится решительно. Опять мерзкий кентаку выходит, вот этот получает. Ну, по того раз тут же пробивает, но получает знатно. Да, тут вечные могут быть, говорит Кристина. Подожди, Кристина, спешит мне тут, говорит Митя, потому что я должен все-таки выбросить твои дарты. Они мне тут сильно не помогут. Стрелы Солоденька зачехли. Камешки, Петрович, забери. Дарты некуда девать. Собственно, нам не нужны. Они оттуда будут лезть. Да. А мы идем, нет, мы идем вперед. Строго вперед. Здесь проход. Сюда-сюда, вот эту комнату проверить. Тут чисто. Из нее... Та-да-да-дан. Из нее мы проходим... Сейчас, ребята. Из нее мы выходим в коридор, который ведет право-лево. Мы идем налево. Должны быть двери запертые. И вот тут должен быть проход интересный. Тут тоже ничего нету. Хорошо. Пришли мы как бы отсюда. Эти двери как открыть, тоже непонятно весьма. Кнопку надо искать. А кнопка на карте не позначена. Есть идея, как ее открыть? Есть. Есть. Взявший булаву и положивший ее на вот эту кнопку. Ну, и дверь не отпирается эта. В центральном зале. И следующий пассажир приходит. Кристина ему magic missile. Удар-тогор. Быстро. Бросок копья. Пока он там ничего не сделал. Он, по-моему, нам сандалит. По мите попадает. Выстрел. Такой. Удар-топором. Митькин удар. Кристина еще дротик бросает. Завалили. Кристина еще уровень получает. Неплохо. Стрелы чехлим. Все чехлим. Петрович. Камни. Откуда он вышел, собака такая? Непонятно. Кристина, все чехлим быстро. Просто мне решительно. И тот обхил тоже все чехлит. Когда четыре персонажа, все-таки попроще контролировать эту всю драку. Потому что приходится опять все... Все оружие на место возвращать. Где я? Кто я? Он пришел... Из дальних коридоров он пришел. Значит, у меня в дальних делать нечего. Мне надо идти, ребята, отсюда вообще выходить. Мне тут нечего делать просто. Комната с центральной кнопкой. Мы должны выходить все-таки в длинные залы. Тут дротики еще лежат. Надо тебе, Кристина, еще дротик. У меня куча их, говорит Кристина. Значит, сейчас выходим в комнаты, в которых сражались с боссом. Что это за комната? А, это тут мы проваливались. На шестой этаж. Плохо, что двери отперты. Они теперь могут лезть. Тут надо ключ открывать. Митя, давай. На манатурады заходим. Пока что вроде никого нету. Х2 еще какой-то будет. Подождите, ребята. Сейчас надо... Тут еще куча этих ребят. Кристина, заготовь магию, короче. Надо попробовать их захолдить. Вон он тусуется. Получите магию туда. Один ты там или нет? Или вас несколько? Я уже потерялся. Гонка преследования происходит. Вон он тусуется. Кристина, сандаль. Так, вроде не получил. Ох, сзади кто-то засандалил просто по нам. Ребята, я сейчас потеряюсь. Да, тут их несколько. И он обошел. Их двое. Петрович сандалит. Все сандалим по нему. Копье летит. Удар топором. Легче будет замансить, наверное, его, говорит Митя. Пробей же по нему, Митя, пожалуйста. Тут сандалим. Петрович холд хотел персон попробовать. Не работает. Они не холдятся. Удар-то топором. Тогда будем танцевать с ними, говорит Митя. О, тут надпись еще какая-то на экране. Сейчас. В спину удар подлый, воровской, говорит Митя. Удар-удар дворфа. Так. Еще надо удары совершать. Сейчас они пусть ходят. Неудобно, бой немножко организован, но мы справимся. Он зажал каким-то образом нас. Я, ребята, перевернулся. Не могу понять, где они. Вот они. Камень летит, стрела. Снаряды летят. Все, ему чуть-чуть осталось. Удар хоть бы не вечный был. Став и с него выпадает. Петрович себе берет по лицу. И надо возвращать опять все наши снаряды на места. Та-та-та. Еда. Я накормлю всех страждущих. Нам еда уже сильно не нужна. Потому что Петрович владеет заклинанием накормить всех. Да. Митя говорит, еда нужна всегда. В такой игре сложной. Кто-то сандалит Митя в бочину просто залетело. Где он? Ох, тут их тр... Ох, ребята, их тут огромная пачка. Надо отсюда валить, наверное. Куда идти? Непонятно. Тут еще целая толпа. Надо убегать. Я не знаю, куда я иду. Я себя сейчас загоню в угол просто. Дверь открыть. Кнопка закрыть. Так. Что за дверь с кнопкой? Не знаю. Они умеют открывать двери? Петрович... Это дверь с кнопкой с ловушками. Петрович, быстро захилить всех. Не так сильно нас пробили. Больше крика было. Ну, тут надо бафаться, чтобы такую тусовку завалить. Потратили кинжалы. Это все, наверное, будет как-то возвернуть. Кого хилить? Митку хилить. Митку хилить. Готов в прайер, наверное. Надо сохраниться сейчас. Ну, там человек 5-6, наверное, было. Мне бы хотелось, чтобы они закончились, чтобы я мог спокойно изучиться в подземелье. А Кристина сандалит еще заклинание хейст. Мы готовы? Да, это комната с ловушками. Я, видимо, в нее вернулся. Нет, это не она, ребята. Это другая комната. Получите сюда. Получите сюда. Удар. По мите пробивают, я понимаю. Мы пытаемся сражаться. От угла будем играть. Он выходит. Я же пробить его не могу. Получает. Из него став еще выпадает. Став мне не нужен. Найти мои кинжалы. Получите сюда. Он не хочет так подходить. Ударим его. Промах. Удар. Промах. Под прейером должны попадать сейчас файтеры. Вот сейчас попадаем. Удар. Удар. Файтеры сражаются. Все. Этого вальнули. Я не могу понять, где я нахожусь. Я понимаю, что я в комнате с ловушками. Это куда ведет? А, это мы выход вообще с уровня нашли. Отлично просто. Случайным образом. Ладно, забаррикадируемся здесь. Сейчас надо понять, по карте, где мы находимся. Ребята. Та-та-та-та. Веселая музыка. Надо выход на Х7 найти. Значит, что произошло? Мы аккуратно очень зашли. Вот в этот коридор. И тут встретили неприятеля. И началась заваруха более чем кислая. Я, по-моему, сюда куда-то побежал. А, мы вот здесь находимся. Тут еще и событие, кстати. Ребята, давайте его прочитаем, раз мы сюда зашли. Это событие... Это событие коричневое. Я думаю, что это классическая дворфийская ловушка с дротиками. Вы наступаете на плиту, и дротики вылетают из всех дырочек. Чтобы проверить теорию, мы нашего бравого гида Беннета поставили в середине зала. И он становится в середине зала на эту плиту. Понятно. То есть мы здесь находимся. Это уже выход. Тут Q1, O2 есть. O1, O2. O1, O2 это дырка на Q1 и на O2. Что это за дырки? P2, Q2, Q1. А, мы еще в X6 тут вот так можем попасть. Тут какое-то место. А вот это X6 ведет наверх на X5. Вот сюда же приведет. То есть туда можно спокойно упасть. Тут может что-то лежать. Хорошо, ребята. Еще есть X3. Это выход на левел 7. Простите. Я, может, упал в яму сам. Ребята, может, я сам. Нет. Я вообще запутался. Я просто капитально запутался. Q1, Q2 это дыры. Которые ведут сюда и сюда. Значит, я могу спокойно выйти. Вот сюда. Это будет выход на X5. X5 ведет нас еще раз. На X6. Каким образом, если мы и так на 6. Мы и так на 6. А, вот сюда. Вот в этот отдельный прирост. Тогда. И отсюда две ямы. Ну, можно попробовать. Туда сходить. Надо навынести их сначала всех. Это немного непонятно. Тяжело сориентироваться, действительно. В игре с этими картами. Лучше бы я без карты, может быть, играл. Ха-ха-ха. Смешная шутка, да? Что, по ХП, в принципе, все окей. Мы забафаны. Значит, куда мы там выходили? Ребята. Это в центральный зал. Кинжалы успеем. Подобрать ничего не пропадет. Ловушку уже вступили. Тоже хуже не будет. Давай пробуем тут. Открыть тут хотя бы закрытый коридор. Значит, тут два коридорчика с ямами. Вот. В них можно спуститься. А тут можно... Лайтово спуститься. Спускаемся. Спустились. Ничего нету такого. Двери закрытые. Двери закрытые. С обеих боков. То есть, а если я в яму упаду, значит, я смогу, наверное, эти двери открыть. И больше тут вообще ничего нету. Тут даже события нету. Что такое? А, ну закончились бафы. Ну, можно попробовать в яму прыгнуть? Ребята, может, в яме что-то лежит. Только надо захилиться перед этим. Или сохраниться, как минимум. Так. Save game. Yes. Петрович, что-то, бафнуть что-то там? Помощь давай файтерам перед падением в яму. Я думаю, Петрович, помощь Кристине надо бы дать. Ну, ладно, прыгаем. Тут ключ дворфийский лежит. Это то просто, что нужно, говорит тот апхил. Митя говорит, дай его сюда, малыш. Вкрываем дверь. Выходим отсюда наверх. Эту надо запереть, чтобы сюда наши ребята не зашли. Направо или налево я ходил? Ходил направо. Теперь надо идти налево. Дворфийский ключ надо забрать. Поэтому мы тут будем отдыхать, ребята, перед вторым падением. Мы засейвимся. Дворфийский ключ, возможно, понадобится дальше. Но я хочу с ним вернуться еще. Вы не поверите, на третий этаж. Потому что я там не мог открыть одну дверь. А за ней что-то лежит очень полезное. Не на третий, а на четвертый. Точнее, выход. Падаем. Упали. Еще дворфийский ключ. Митя говорит, забираю оба себя. Хорошо. Ключей забрали. Хорошо. Значит, отсюда выходим. Тут нам больше делать нечего. Комната с Ловшенскими. Ну и ждет сейчас нас большое сражение. Мы из него выйдем. Тут еще Х3 какой-то есть, который ведет вообще на седьмой уровень. Еще яма А1, которая ведет еще куда-то. На десятый уровень. Нет, туда мы точно падать не будем. Готовы к сражению? Да надо бы еще захилиться. Петрович. Почему у тебя заклинания спали? Отдыхаем тогда. Может, Петрович их во время отдыха тратил? Сейчас можно поесть еды, я думаю. Потому что все-таки надо оставить ровно шесть железных рационов еды поесть. Действительно. Но мы сильно не хотим есть еще пока. Что Петрович хочет, потому что накастовался. Петрович кушает Кристинке. Железный рацион нет. А вот этот обычный Кристина кушает. Солоденька не хочет. Тот Абхил проголодался. Ну и Митя, конечно же, не может отрываться. Хотя Митя никогда не накормленный. Хотя в реале он самый маленький из этой всей тусовки. Даже меньше, чем тот Абхил. Тот плотный достаточно. Тот Конституция 18. Ладно, хватит шутить шутки. Надо готовиться к сражению. Петрович Блесс. Тут шо? Хейста. И все. И заходим. Значит, право-лево. Право-стена. От стены играем. Поворот в... комнату с секретными дверьми. Тут L4 какое-то написано. События у меня нету. А, тут надо ключи, ребята, вставлять. Может, их нельзя тратить. Митя получил уровень экспы. Интересно, за что, Митя? А за то, что задетектил вот этого парня, да? Митя, лупи его-то, да? Не умничай меня тут. Оп. Здесь второй не зайдет. Хе-хе-хе. Тут надо вставлять ключ, Митя говорит. Уже дворфийский на долину, не знаю. Дворфийский, открыли первую стену. И что? Появляется тут. Открыли вторую стену. Так. Ну и третий. А третий нужен такой. Странно, что все ключи подходили везде. Но таких ключей у нас нету, к сожалению, уже. Надо искать ключ, ребята, чтобы тут проходить. Надо искать ключ. Где его искать? Тут еще проход капитальный будет. Причем с событием. Надо понять, как туда заходить, в этот проход. Значит, поворот один и до конца коридора. Тусуем. Тусуем. Надо сохраниться, потому что страшно. Save game. Давайте я вам покажу, где мы находимся, если вы не понимаете, ребята. Мы сейчас... Мы вот тут вот применили два ключа. Сейчас заходим в этот коридор. Тут будут какие-то кнопки и тут события. Куча секретных дверей. Вот. Что делают кнопки, я тоже не знаю, но ям никаких нету. Вот. Все это происходит вот здесь. Так. Ну и мы готовы к сражению, ко всему готовы. Петрович, заклинание можем вернуть. Кнопку нажал. Летит ловушка. Получает Тогор и Солоденька. Значит, понятно. Отсюда вылетит нам сейчас. Оп. Избежали урона, говорит Тогор. Оп. А вот теперь еле избежали. А если положить камень? Ммм. А ничего это не даст, Петрович. Рейста заканчивается. Тут. Ловушка пошла. Прилетели. Четыре дротика должно прилететь. Хорошо. Тут... Ох, сзади. Тут сзади летит. Тут два что-то дротика прилетело. Куда выходим, должны выйти в большую комнату достаточно. Так и происходит. Палочка лежит волшебная. Это мне, говорит Кристина. И... Silverware Rack be need. Can go this way. Что делать-то да? А тут у меня секретная область зарисована. И события. События мы зачитаем. События мы зачитаем. Это... Розовым я отметил события почему-то, ребята. Сейчас мы зачитаем. Вот оно. Вот мы тут находимся. Хм. Тут и... Какое-то... Послание на... Ист ВОУ. Прежде чем я могу... Перевести послание, Беннет... Говорит, что он достаточно голоден. Я... Даю ему пакет с рационом, чтобы заткнуть его. Беннет... Использует дротик как... Вилку и... Хавает рацион. А я... Разворачиваюсь и продолжаю... Переводить. Продолжаю свой перевод. Как Кристина прямо писала, слышишь? У нас Кристина, маг и чародей. Может, еду сюда надо положить, а? Это подсказка. Я понимаю. Так, еду надо положить сюда. Чтоб дверь открылась. Да? Нет. А больше еды туда сложим, Петрович? Давай сложим туда железных рационов. Не железных, а таких обычных. Потому что жалко немножко. Много сложил. Ребята, слушайте. Может, яйцо сюда положить надо? Так. Яйцо ничего не дает. Но должны секретные двери пооткрываться. Надо поискать еще... Кнопочки. Кнопочек нету. Ну, тут очевидно какая-то загадка, чтобы пройти в эти секретные тоннели. Silverware Eric. Может быть, надо из палочки засандалить. Кристина. Кастует. Но пройти не может. Из палочки что-то вылетело заклинание. Кристина говорит, кинжал один потеряли. Мы туда вернемся еще, Кристина. Не волнуйся. Надо тут понимать, что делать. Ну, исключительно непонятно, что тут делать. Тут бенит. Что-то такое. Яйцо. Яйцо. Может, надо всех ребят завалить? Ребята. Где там это яйцо было? На полу положить его нельзя. Сюда положить тоже ничего не дает. Может, надо сюда много этих яиц сложить? Что-то идем на охоту, наверное, ребята, на этих кентукку. Так. Сейчас. ПДФ. Это не то. Вот это. Да не сейчас, пожалуйста. Значит, исследуем уровень весь. Значит, тут у нас непонятно, что делать. Тут загадка, очевидно, какая-то. Мы должны исследовать вот это все. И тут завалить всю эту пачку этих кентукку. И тут еще три комнаты. Причем с кнопками. Нам надо ключ получить, чтобы выйти на следующий уровень. Икс-3. На седьмой легальный. И все. Уровень простой достаточно. Задача понята и принята. Вот. Свернуть. Это сюда. Та-та-та. Кто включил веселую музыку, спрашивает Тодо Пхил. Мне так нравится. Ты тот, давай, не выпендривайся, говорит Солоденька. Потому что сейчас бой, судя по всему, ребята, нас ждет не на жизнь, а на смерть. Эти дротики все лежат. Я не знаю, забирать их или нет. Еще летят, по-моему. Значит, сейчас выход. И целая пачка их нас ждет. Ну, Петрович Хиль. Себя. Костой, Преер. Та-та-та-та-та. Что тут еще? Христу, костой. Готовь заклинания. Второго уровня. Мелфа, магическую стрелу. Наши вещи лежат. Ребята уже выходят. И сандалят. Кислотная стрела пошла. Петровичу кто-то сзади засандалил. Сзади еще раз кто-то сандалит по Петровичу. Но тут их целую пачку надо выносить. Так, давай тратим все. Стреляем. Кристина сандалит магическую стрелу. Очень медленно заклинания действуют. Петрович, сейчас не время. Кристина должна сандалить. Стрела пошла. Урон нанесла. Удар. Еще удар. Отступление. Чтобы сзади меня кто-то не пробил. Мы его обойдем. Уже вторая пачка просто пришла, ребят. Выстрел. Кристина еще заклинания. Оп. Хорошо залетела. Им понравилось, говорит Кристина. Я только сильно развернулся. Не понимаю, где они. Вот они. Еще заклинания. Получи сюда. Мерзкая тварь, говорит Кристина. Ненавижу птиц. Хе-хе-хе-хе. Так. Что еще? У Петровича камень надо. Давай. Дротик метаем. Кристина, заклинание. Магическую стрелу Мелфа. Да не работает по ним Мелфа, ребята, почему-то. Это нехорошо. Петрович, что еще там у нас было? Помощь. Но этих двух надо рубать уже по-свойски. То есть топорами. Дайте пройти. Пройти не дают. Что такое? А, сбоку еще один вышел. Это главарь банды, говорит Митя. Этого надо уработать первым делом. Солоденька, твоя задача оперативная. Стреляю, говорит Солоденька. Метаю камень, говорит Тодд Абхил. Этогор получает, Митя получает. Кристина метает. Стреляем, бьем. Ноу Аму, говорит Тодд Абхил. Я пустой командир. Солоденька стреляет. Куча вещей лежит. Я понимаю, ребята, это все разбросано. Получи сюда. Надо их вырубать уже, в конце концов. Хейсту можешь Кристина еще организовать? Нет уже заклинаний. У Чародея. Ну, Митя и Тогор остались. Это, судя по всему, остался вот этот главный. Завалили. Так, очень весело. Петрович, забирай камни свои. Надеюсь, сейчас не прилетит нам в спину. Солоденька говорит, надо быстро перечехлить колчан. Митя говорит, надо быстро забрать этот топор. Вроде они не вечные тут. Кристина забирает дротик. Солоденька перезаряжает колчан со стрелами. Но пачка тут знатная была. Я зря перепугался. Мы всех их берем. Тодд, надо тебя тоже зарядить. Тут двери. Я все вижу. Все сейчас мы организуем. Пособираем все предметы. Будем готовы. Ребята. Петрович, легкий хил себя, потому что тебе досталось. И легкий хил Митю, наверное. Солоденьку надо захилить, потому что ее пробили. И Митю хилим. Все. Тан-та-та-тан. Больше они не появляются. Но слава богу. Главное было говорить Митя главаря завалить. Я же говорил с самого начала. А мы не слушали. Митя, не выпендривайся. Много выпендривайся. Вот следующий уже выходит. Молодчик. Мы его возьмем, говорит Тогор. Причем возьмем его в рукопашный. Да, где он пошел? Тут яма еще, ребята, присутствует. Чтобы я не упал случайно. О! Яма где-то тут, да? Сейчас спокойно. Надо молодчиков работать. Он тут ходил. Вот он ходит. Удар. И все. И готов. Да, был какой-то несерьезный. Пернатый, говорит Кристина. И берет рацион. Рацион и не лезет. Вот уже Петровичу зайдет рацион. Кирпидоны забираешь, Петрович. Туда обхилу их надо. Вот сюда. Так. И в итоге что? Кинжалы мы вернули. Два кинжала волшебных. Да? Все. Моя былую славу вернули. Теперь понять, где мы находимся. Вот тут проход с дверьми. И надпись. Нест. Гнездо. О, действительно гнездо. Так. Ну давай выходи. Будем сражаться. Удар. Удар. Отступление. Топорами. Промах. Промах. Нормально. Петрович, заклинание бы какое-то организовать. Зачем, если мы их и так сражаем? Удар. Удар. Файтеры хорошо себя чувствуют. Удар. Уже не стреляю. Стрелять буду в крайнем случае, если будет много. Так. Хранитель гнезда получает. Хранитель гнезда, ребята, плотный достаточно. Потому что я внес ему уже прилично. Митя что-то слабо пробивает на три. Да хранителю гнезда надо заклинание. Но у меня нету, Кристина говорит. Спиной обернулся. Дайте ему в спину, говорит тот обхил. Вот так вот метаю камень и промахиваюсь. Хе-хе-хе. Тогор бьет, митя бьет. Все, гнездо наше. Камень верните. Тот, подожди, со своим камнем. Забери его. Они из гнезда часом не будут вечно появляться, ребята? В гнезде камень еще лежит и все. И секретные стенки. Но у меня по карте так написано. Если положить яйцо. Ничего не происходит. Так. Ну допустим, с гнездом тоже непонятно. Тут еще выход на Х2, это не то. Что нам сейчас надо? Нам надо пройти еще двери там. Опа, это не гнездо, ребята. Подождите еще раз. Митя, во-первых, копье забери. Лицом к гнезду. Разворот на вот так. Вот. Это портал наш. Тут предмета не хватает. У меня тут событие какое-то. Записано, ребята, черным. Посмотрим его. Тут событие у меня записано. Беннет ведет нас уверенно в темную дыру какую-то. Прежде чем мы его останавливаем, он проникает во тьму. А мы выбираем не следовать за ним. Вот я тут что-то ямы не вижу, ребята, никакой. Может быть, имеется в виду вот этот портал. Потому что А1 это портал на левел 10. Действительно, во тьму мы, нам туда еще рано, очевидно. Нам туда очевидно, рано. Выход. Тут нет ямы никакой. Просто телепорт. Значит, от телепорта... Сейчас просто все будет. Вообще элементарно будет. От телепорта. Сейчас заходим сюда, чистим три комнаты. Проверяем весь этот этаж. И тут надо разгадать загадку просто, потому что тут еще комната остается. А вот это все у нас зачищено, по сути. И надо найти один дворфийский ключ и вот сюда выйти с уровня. Поэтому надеемся, что сейчас мы найдем то, что нам нужно. Дверей нету. Вот тут есть какие-то. Так, перепутана карта, очевидно, у нас, да? Вот тут я должен пройти весь коридор и должны быть двери. Вот тут они должны быть. Ничего не перепутано, это я. Неправильно расшифровал. Тут еще смельчак один выходит, но мы приготовимся его встретить. Если заклинания какие-то есть, например, помощь. Очень медленно кастуется заклинание. По мне уже летит магия. Пробивают. Они успевают быстрее, чем я. Удар, бросок копья. Трое выходят на нас. Удар, удар. Троих положу. Солоденька постреляет. Петрович метнет камень. Вот так надо все-таки их ослаблять. Пытаться. Трое. Группы. Они сгруппировались. Это ошибка их. Но Митя на единицу получает дубиной все-таки. Удар, удар. Солоденька стреляет, попадает. Так. Еще удар, удар. Перегруппироваться не всегда получается. Удар, удар. Танкуй-то гор. Опять стрелять. Ох, получил Митя магией серьезно. Еще удар. Сейчас надо мансить, наверное. Петрович пустой. Солоденька может стрелять. Да, стоять нельзя. Надо двигаться постоянно. Удар, удар. Пропуск хода. Удар. Пропуск. А они быстрые. Один отошел сбоку, заходит. Нехорошо. Хранитель гнезда. Да, но Солоденька отправляет ему стрелу. И попадает по Петровичу. Стреляй, Солоденька, давай. Тодо пхил, давай стреляй. Попадаешь. Солоденька за это уровень получает. Смешная ситуация. И все, и двоих должны разобрать. Удар. Перегруппировка. В спину подлый удар совершить. Митя одного завалил. Так. Интересно, потык хоть с одного из них волшебный попадется? Непонятно. Но Тогор и Тодо пхил получают по уровню. Этих развалили. Петрович, по заклинаниям шо? Да не очень все хорошо. Крейтфуд сделай. Всех накорми. И все. И ты опять пустой. Так, Солоденька, чихлишь стрелы. Выстрелила просто все. Да, вот наше поле брани. Кристина забирает кинжалы опять-таки. Петрович забирает камни. Петрович говорит, надоело это все метать. Давайте будете файтеры сражаться. Я буду вас бафать просто лучше. И Солоденька будет стрелять. Тодо пхил говорит, я хочу тоже принять участие в сражении. Я очень серьезный искатель приключений. Мы это поняли уже, говорит Кристина. Но я когда сандалию просто все эти снаряды, я им дополнительный урон наношу, ребята. Но в принципе, если двое противников, можно и обойтись. Обойтись. Кинжалы все забирать. Главное кинжалы пособирать и каменюки, потому что они могут помочь. Ну и стрелы, потому что мы их несли. Сколько там их было, кстати, Солоденька? Восемь штук где-то. Сейчас почему-то пять. Где мои стрелы, говорит Солоденька? Они остались там в проходе. Это палки ихние. Надо ориентир найти. Ориентир гнездо. От гнезда разворот. Вот тут была драка. Солоденька, вот ее стрелы. Все, ребята, нашел. Опять надо отдыхать, потому что... Ну, в принципе... Не, Митя пробитый. Митя пробитый, надо отдыхать. Сейв и отдыхаем. Так. Веселая музыка. Все отдохнувшие. Сейчас Петровичка станет Блесс. Или Преер. И файтеры смогут, в принципе, затащить. Ой, Митя долго отдыхает. Петрович его хилит, хилит, а захилить не может. Захилил, наконец-то. По еде нормально. Митя возвращает себе копье. И вот эта комната, в которую мы зашли. Тут яйцо еще лежит. Неплохая охота, говорит Тодо Пхил. И надо кого-то накормить. Меня все накормлены. Гор еду. Сюда. Может, надо все пособирать яйца здесь, на этом уровне. Что дальше нас ждет? Еще ждет две комнаты. У которых может быть еще пачка противников. Поэтому сразу Преер. Сразу, наверное, хейста. Сразу открыть дверь. Да, так и есть. Мэджик Миссл летит. Молодым людям. На сей раз мы на опережение работаем, говорит Кристина. Сандалит еще Мэджик Миссл. Отступаем. Сандалим еще Мэджик Миссл. Отступаем. Сандалим еще Мэджик Миссл. Так. Неплохо магия работает. Митя говорит. Слышишь, Кристина? Мне ответка прилетела. Спокойно сейчас. Не выпендривайся, Митя. Сражайся, как должно воину-вору. За угол заходи и готовься. Магическая, короче, кислотная стрела что-то их не сильно берет. Но они двое выходят. И сейчас под Преером мы должны их катнуть. Просто катнуть. Вот они подходят сбоку. Удар. Удар. Промах. Митя промахивается. Тогор промахивается. Митя промахивается. Я уже не метаю. Я тупо бью файтерами. Удар. Одного уработали. Второй что-то хочет еще противопоставить. Сандалит магию. Посмотрите на него. Удар. Удар. Петрович. Преер закончился. Вы сами по себе, говорит Петрович. Никто не сам по себе. Все. Этих уработали. Митя, копье забери. А жесткие эти птицы, говорит Митя. Еда с одного выпала. То есть, одного Кристина все-таки там вальнула. Так, Солоденька будет забирать яйца. Потому что она рейнджер. Она занимается всеми природными явлениями, которые мы встречаем. Еще не проверил медальон, кстати, ребята. Потом проверим. О, тут яиц куча просто целая. Откуда оно появилось? Солоденька говорит. Слушайте, может мы сюда не заходили в эту комнату? Мне уже не лезет. Надо медальон куда-то одевать. Митя, все-таки надо, чтобы ты топоры где-то эти выложил. Потому что просто нету места. Митя, скрипя сердцем, два оставляет и драгоценные камни. И письмо. Ну, яиц мы тут знатно взяли, ребята. Митя говорит, булаву мне. Булаву тоже надо выкидывать. Потому что предметов... Посох. Посох может понадобиться, Митя, возьми. Митя говорит, жалкую палку какую-то дают. Что тут еще? А, последняя дверь. Не, ребята, я тут не был. Сколько мы этих яиц взяли? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Но это не приближает нас к ключу. Не на йоту. Тут еще целая тусовка. Получи сюда. Говорит Тогор. А Петрович говорит, это вы зря, ребята. Потому что проер не готов. Проер готов. Солоденька теперь стреляет. И тот обхил. И Митя, и Кристина. Сейчас пока что их обстреливаем. Тут будет нормально собирать все снаряды. Мне летит. Но я отступаю. И теперь готовимся биться. Удар. Удар копьем. Они опять отступают. Опять летит залп. Летит мне. Я отступаю. У Тогора 66 хп уже. Удар, удар. Все. Ну и начинается драка. С тремя телефон звонит. Очень не вовремя. Я должен что-то сделать. Так. Я должен выключить телефон, ребята. И паузу сделать. Значит, звонил первый генерал армии Бихолдера. И сказал, что вы никогда не уйдете из этого подземелья. Вы просто не найдете выход. Выход мы найдем. Но у меня не записался кусочек серии, ребята. Значит, мы сейчас находимся... Мы сейчас находимся... Вот в этой комнате. Я открыл еще дверь в эту комнату. Вынес ребят. И в этой комнате нашел кучу яиц. А именно там штук, наверное, шесть. И в этой комнате нашел еще два яйца. Всего у меня десять яиц. Вот этих кентаку. Ну вот. Хранит их саладенька. Кроме всего прочего, что еще произошло? Мы сделали ревизию небольшую. Заставили Митю выбросить топоры. Митя очень сильно возмущался. Две штуки все-таки себе оставил. Немного я навел по порядке в инвентаре. Выбросил я тряпки. Одел я еще амулет. Амулет ничего не дает абсолютно. Вот, посмотрите. 18, 9, 12, 15, 19, 8, 4. 18, 9, 12, 15, 19, 8, 4. Не знаю. Эти вещи, наверное, пока не будут опознаны, ничего не дадут. Может, это просто по брякушке. Но Митя все себе захапает. Так. Это гор. Кольчуга. Одна легкая стеганка. Кожаные доспехы остались. Тут Кольчугу выбросил. Булаву повыбрасывал. Решил я оставить все-таки по оружию по нескольким видам. На всякий случай стаф оставил. Эти стафы с ребят из кентаку я не забираю. У Петровича куча свитков. Кристина выучила заклинание. Выучила заклинание холдперсон магическое. Это заклинание у нас третьего уровня. Ну, оно вряд ли сработает. Но можно магическое попробовать, кстати, ребята. Давай тогда хейст 1, холдперсон 1. Может, оно сработает по кентаку. Далее. И по инвентарям. Тут все то, что было. Дополнительный щит. Здесь у Митки тоже все, что было. Бутылка поющен хиллинга. У Тогора тоже бутылка хиллинга. И бутылка яда он несет просто ее с собой. У Петровича 2 бутылки кьюры остаются. Бутылка экстра хиллинга. Рацион еды. Стаф, на всякий случай, камешки. У Солодыньки целый набор яиц. Можно омлет забабахать и супер фэнтезийный. Еще одна бутылка экстра хиллинга. Ей доверил Петрович, потому что у Мити не доверяем. Такие вещи нести. У Кристинки. Магический свиток щита. Но она знает это заклинание. И магический свиток задетектить магию. Это мы уже используем, когда понадобится щит. Не знаю, понадобится или нет. Может быть его уже можно использовать. У Кристинки еще дарты, вот эти дротики. И магическая палочка. Судя по всему, это палочка, ребята, магических снарядов. Потому что, судя по эффекту. Далее, Кристинка кинжал возвращает. У Тодда Абхила, ну щит, куча еды. Он несет еду, ответственен за нее. Хотя Митя негодует. Почему это вы мне не доверяете нести еду, а Тоду доверяете? Потому что, Митя, говорит Кристина, тот себя проявил как смелый молодой человек. И хоть он вор, хаотично-нейтральный. Мы ему доверили еду. Ну и Петрович на самом деле может с помощью заклинания всех накормить. Ну и у Солоденькой надо перераспределить все-таки рационы. Чтобы у каждого персонажа хоть какая-то еда оставалась. Я думаю, у Кристинки нету. Кристине нет времени кушать, потому что Кристина должна заниматься магией. Но будет у нее рацион один. Большой, пожалуйста, тот Абхил. Большой рацион Кристине передай. И на этом мы заканчиваем серию. В следующей серии чем мы займемся? Мы будем дальше исследовать 6 уровень. Мне нужно найти ключ. Ключ, ребята. Еще один дворфийский ключ мне нужен, чтобы вот здесь открыть вот эту комнату. Ну вот, потому что тут я два ключа вставил. И тут выход как раз-таки. Нам надо еще сходить сюда. Найти как-то вот тут открыть эти штуки. И тут секретные стены. Что тут делать? Ну тут Нест Гмездо. А там что-то там Силвер. Какая-то штука была написана. Но уже в следующей серии будем смотреть. Что там это? Там подставка была. Тогда нужно что-то положить, очевидно. Чтобы там открылись эти секретные стенки. Я не понимаю, что пока что. Ну вот. Посмотрим. Большая хорошая серия. Победили босса. Темного приспешника. Это был второй генерал, наверное. Но этот парень был вообще отдельный. Он хотел сам завалить бихолдера, когда тот ослабнет. Ну вот. Тот апхил. Получили нового персонажа. Полурослика. Веселый. Задорный. И готов сражаться. Ну и все остальные тоже себя хорошо проявили. А, уровни она получала. Митька еще уровень получил. Значит, по уровням что у нас? Тогор седьмой файтер. Митька. Шестой файтер. Седьмой вор. Петрович седьмой священник. Кристинка седьмой маг. Солоденька седьмой рейнджер. И тот апхил седьмой вор. Скоро будет вообще восьмой. Потому что воры быстро получают эти. Можно еще отдохнуть. А я и так отдыхал. Я отдыхал-отдыхал восемь часов. Сохранится еще раз. Так. И кусок серии действительно не записался. Там буквально минут десять. Но, ребята, не знаю. Это значит, что есть вероятность, что может выпадет какой-то кусок в будущем. Потому что обычно с экрана все записывается. Таких вещей нету, что бандикам не прописывают. Но я предупреждаю, может кусок какой-то выпадет. Я буду следить. Следить за этим, пытаться. Все. В следующей серии мы продолжим. Шестой левел. Я думаю, уже перейдем на седьмой. А там нас ждут дроу. О, дроу. Это может быть немного опасно, говорит тот апхил. А Кристина говорит, не ссы в компот, мальчик. Мы тут сейчас со всеми разберемся. Ребята, спасибо за внимание. Глаз Бихолдера. В следующей серии увидимся. До свидания.